боже какая женщина какая женщина 100 лет мечтала познакомиться может попьете кофе пока немножечко вы такая красивая но вас мощная сексуальная энергетика но я прям сейчас наслаждаюсь ой божечки ну вот я рада что мы наконец-то встретились взаимно виктория взаимно расскажите зрителям когда вы приехали в хургаду откуда вы и как долго вы здесь живете фургаду я приехала когда мне было 20 лет сейчас мне 37 я не стесняюсь своего возраста потому что считаю что женщина как сладкое вино с годами только вкуснее поэтому это мой опыт который я люблю который я уважаю и вот да в 20 лет я приехал сюда работать а первый раз я познакомилась с египтом когда было мне 17 лет когда я приехала вместе с родителями сюда сначала конечно честно говоря у меня родители у них свое туристическое агентство и поэтому с детства я всегда любила смотреть мамины альбомы она путешествовала с папой очень много то есть они в испании и в италии были и я всегда смотрела фотографии все такое зеленое красивое с цветочками ну как мы привыкли а тут вдруг мне вот их поездка перед тем как мы уже все семьи и приехали в египет я увидела на фотографиях пустыня пустыня кактусы что-то меня пейзаж вообще ландшафт не впечатлил и когда вам сказал мы едем в египет это что там в этой пустыне делать буду но когда мы приехали первый раз фургаду то есть город конечно выглядел совсем по-другому меня первое что поразило по сравнению с нашими городами когда в 7 часов уже все спят уже все готовятся к следующему рабочему дню а здесь постоянное движение постоянные вот эти вот автобусе раньше не было такси раньше были вот эти вот басы вот и и постоянный гул люди три часа в четыре утра они просто не спят никогда и вот это конечно мне как 17-летнему подростка я просто пришла в шок от такого от такой энергии каждый день движняк с самого утра до до самого вечера и когда конечно я еще познакомилась с ночной жизни вот эти вот дискотеки тогда папа с бар до minister of sound он был на пляже расположен это был маленький значит этот донспол и можно было войти на пляже посидеть и качелики были вокруг бара я помню этот момент очень хорошо и люди тогда не пользовались телефонами и все были настроены друг на друга музыка абсолютно другая было и все какое-то было такое заряженное что меня вот этого меня произвел этот запах кальяна в воздухе вот этим масла которые которые здесь очень популярны которые можно мазаться и вот эти вот гулы даже машин кому-то было неприятно мне прям мне они как-то вот очень стали родные сердцу я уже не говорю про то что мы конечно съездили в александрию на пирамиды в луксоры меня вообще первый раз меня пирамиды вообще восхитили то есть я до сих пор думаю ну как люди могли так высоко подняться не имея ничего в руках то есть по истине великая древняя цивилизация египет и как-то вот потом постоянно меня сюда возвращает и возвращает и возвращает и вот так вот получилось что я им заболела я по нему очень скучала и и что-то меня постоянно сюда тянуло интересная очень тема что дал египет на самом деле тема египта очень противоречивая потому что я жила в америке и работала в турции и путешествовала во многих странах на меня постоянно возвращать египет некоторые говорят ой ну тут же так грязно на самом деле кто что видит египет он очень многогранен также мне кажется как и другие можно и в америке найти очень скажем не привлекательные районы гетто где совершенно будет неприятно находиться вот но на самом деле это кто что кто что видит я ну если начинать самого начала как самого детства почему меня привлек египет на самом деле первое что мне дал египет это уверенность себе да это будет странно звучать но например у нас россии у нас культ абсолютно тощих худеньких девочек сейчас уже это начинает меняться сейчас уже модно бразильские попки и прочие вещи и губки а раньше то если ты не точенькая как все значит грошь тебе цена значит ты будешь просто грубо говоря отбросом общества так сказать я очень переживала потому что например но мое развитие было достаточно для подростка наверно таким быстро и у меня быстро сформировалась фигура за что я очень сильно получал от мальчиков то есть они меня обзывали как только то как только могли такая и сякая и грудь там у тебя большая и сейчас девочки и увеличивают а у меня всю жизнь это было желание и уменьшить честное слово и я себя чувствовала очень как-то не комфортно не комфортно и не так я знала что вот мне никогда не встречаться с мальчиком который мне нравится потому что я не точенькая и не худенькая и вот потому что я вот такая и потом впервые когда приехала египет а здесь абсолютно другой стереотип женщины тут здесь нравится женщины девушки форме когда они спортивного телосложения или неважно здесь неважно какой ты форма любая форма это хорошо если ты женщина и я просто удивилась от того сколько мальчиков за мной здесь начала бегать потому что это был какой-то шок для меня боже мой и на и на актрису я похожа и я первый раз для себя поняла что я не страшно боже мой как это вот не изучала что я не страшно и для меня это было и абсолютно другим человеком вернулась уже в свою страну то есть я уже вернулась такой вот гордо поднятой головой собственным достоинством это что я все-таки не страшно как я так думала это раз второе я конечно сейчас может быть это будет странно звучать но египет открыл во мне мой талант еще больше потому что я всегда любила петь и и всегда хотела петь рядом с морем это у меня была мечта конечно родители мои были в шоке я не этот отдельно можно историю по поводу того как мои родители сопротивлялись что эта девочка которая летит одна в 20 лет вот так мусульманскую страну конечно это был огромный протест но я честно говоря ни о чем не жалею потому что когда я начала работать это и до сих пор я работаю уже больше двадцати лет на сцене и это конечно просто шикарно я моя любимая работа плюс меня слушает весь мир я люди со всех стран приезжают чтобы послушать тебя ну что может быть лучше и вот так вот началась моя творческая карьера которая кстати из-за того что здесь очень много иностранцев и тебе приходится петь абсолютно на разных языках абсолютно разные песни это мне потом по на дальнейшей карьере потому что потом я на какое-то время поехала в россию и там я уже стала учиться в школе эстрады кино и телевидения под руководством яна чуриковой александр маршал и анита цой были моими наставниками и я целый год выступала на каналах я пела и перед кобзоном и перед надежды бабкина и перед пела на презентации клипа анита цой где была андрей малахов горе мой сейф но очень много было селебрити очень было звезд потом в какой-то момент работала на рублевке вот и выступала с нашими звездами а потом мне представилась возможность огромного конкурса называется atlantic breeze где из трех тысяч лучших певцов вокалистов россии белоруссии украина то есть все лучшие певцы приехали в бизнес-центр москвы из них выбрали 60 потом 15 и потом 5 которые полетели в майами я была одним из них это это было для меня огромное счастье я считаю что вот этот опыт который из приобрела здесь работая здесь в египте давни вот огромный такой толчок и когда я уже вернулась сюда я опять получается вернулась сюда после майами встретила своего первого мужа а вот и уже потом осталась здесь уже как как официальная жена но скажем так это был опыт скажем интересный но не совсем удачный и потом я развелась и продолжила уже свой путь 1 и в дальнейшем это самое главное и что я здесь встретил это свою любовь свою любовь моего второго мужа ой но я своего супруга увидела первый раз вообще в порт-галебе то есть я выступала там и проходила по марине и случайно увидела как очень красивый молодой парень поет безумно красивые и песню которые люблю люблю и потом дальнейшем мы стали ее петь вместе и я честно говоря первоначально влюбилась в его талант потом приехал фургады опять как-то мы пересеклись но уже более близкое знакомство конечно случилось на работе когда у нас был концерт в ульгу несовместной и уже рассказывал это как в титанике да когда он дал руку и просто я вот только прикоснулась к его руке вот это электричество когда человек твой у тебя начинает вот так электричество по телу бежать я просто понимаю что это что это мой мужчина вот из и из того момента вот так вот мы начали дружить мы сначала были очень хорошими друзьями с ним вот и потом получилось так что да после того как я развелась и он расстался то есть мы как и как в песне есть broken wings есть такая песня и вот мы оба встретились и можно сказать вытащили друг друга да наша любовь помогла нам построить себя заново он мне дал крылья а я ему и вот так вот мы 7 лет вместе прошли и если опять же я скажу если любовь настоящая я не не скажу нас конечно были и разногласия и какие-то сложные моменты в жизни но на самом деле с каждым годом наши чувства только росли поэтому мое пожелание наверное всем ребят если вы любите не ждите чего-то взамен настоящая любовь это не так настоящая любовь это когда ты делаешь от души и ничего не ждешь вот ты просто делаешь ты просто делаешь любишь и все твое желание это видеть человека который ты любишь здоровым и счастливым вот это вот если вы себя поймали на этой мысли что это так я вас поздравляю вы вы любите и если к вам ваш партнер также относится с уважением желанием сделать вас счастливее поддерживает вас ваших начинаниях ваших неважно какие вам бредовые идеи в голову там возникнут если ваш партнер у вас в этом поддерживает значит он вас любит по-настоящему любит этот уже неважно египтянин он там или китаец или тут уже абсолютно неважно то есть любовь это когда два человека смотрят в одном направлении это в моем понимании когда когда в этих отношениях вы оба растете вы становитесь лучше чем вы были когда вы были один вот это называется здоровые отношения и да есть сложности вы скажем сложные ситуации когда пара вместе идет вы растете больше потому что естественно не бывает такого что 7 лет вы там не ругаетесь ничего там не происходит да так вот не бывает идея идеального не бывает но вопрос как вы идете вместе через эти проблемы вы убегаете или решаете их то есть я вам желаю здоровых отношений и счастливых будьте не бойтесь кстати вот такая тема и в египте и вообще люди боятся любить не бойтесь любить потому что это самое это самое важное в жизни я не знаю если нет любви то это тогда жизнь просто она не имеет красок но это лично моё мнение может быть кто-то будет со мной спорить в этом плане я вот думаю так мария а вот когда ты приехала сюда были моменты которые тебя очень напрягали вот в египте в отношениях с людьми или просто в египте ой виктория такой интересный вопрос ну начнем с того что если если говорить о моем периоде жизни когда я приехала когда мне было 20 мне не напрягало ничего вот но скажем сейчас живя и работая здесь с египтянами есть конечно специфические моменты которые нам так сказать с нашим менталитетом не понять наверное никогда и к чему я буду всю жизнь привыкать например хотя я пытаюсь в этом искать какой-то какую-то философию например египтян они не торопятся то есть у нас тут есть такое понятие когда ты спрашиваешь там про время да через сколько например ты будешь до через сколько человек тебе говорит через пять минут вот мы сразу делаем уточнение египетских минут или наших европейских так сказать потому что здесь пять минут может быть как полчаса вообще спокойненько либо часок то есть то есть они в менталитете люди вообще не торопливые вот это конечно нам вечно куда там чащимся людям и все время мы должны и и мы всегда очень четко все планируем вот этого вообще просто не понять вот честно до сих пор я вот с этим как-то вот иногда меня это так сказать подбешивает потом еще вот это у них фраза есть то есть когда ты задаешь конкретный вопрос а тебе отвечают следующим образом иншаллах то есть на те кто живет здесь это фраза понимают сразу переведу то есть ну даст бог то есть там у нас завтра например будет бизнес-встреча но даст бог там ты завтра например у тебя будут эти деньги там да это ну даст бог то есть какая-то вот такая вот постоянно неопределенность то есть не может никак понять что это значит вообще там или там что-то случилось в своей жизни они тебе сразу говорят малеш то есть он там опоздал там на час и тебе говорят но малеш малеш типа ну извините вот вот так и это египчане это спокойно к этому отнесется европейцы это просто начинает ну вот просто раздвигать нервную систему в разные стороны то есть вот такие моменты но опять ты стараешься конечно как человеку который любит планировать это лично я меня немножко конечно напрягает отсутствие абсолютно бессистемного образа жизни я бы так это назвала то есть тут нету системы вот действительно ее нет ни как вот это если вы едете там да за рулем то есть здесь не по правилам ездит абсолютно то есть такой особенный язык да 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 и пик пик свет потому что-то вот такое то есть это за свой вообще свой мир если ты к нему привыкаешь то ты уже ну за годы это уже как бы особо тебя не побешивает вот но если ты первоначально скажем так многих раздражает мусор мне мне понравился один мальчик тут у нас был шутник который говорил это не пластиковые пакетики это воздушные шарики это можно подходить ко всему можно подходить с юмором там воздушные шарики или что-то чтобы тебя это не подбесывал на самом деле очень бы конечно хотелось чтобы вот в ильгуне например да опять же вот мы не будем про весь египет говорить потому что есть ильгуна есть ахлига 6 есть районы где есть система и там чисто там красиво там там зелено но к сожалению еще пока вот осознание приходит но очень медленно да то есть конечно нас раздражают вот эти вот скажем вот эти пакетики и шарики так сказать из магазинов которые иногда вот так вот на на ветру вот так вот они хопачки отойдешь и еще вот так это кружится вот эти фантики пакетики вот это вот красота романтика по египетски иногда конечно вот эта тема подбешивает не хотелось бы чтобы вырубали деревья но это вот вот такие вот хочется больше организации вот это вот то чего не хватает здесь мне кажется но опять же скажу что египет 17 лет назад и сейчас это огромный прогресс то есть когда мои родители первый раз приехали гипт это был один отель там пирамида там да там а теперь теперь это огромный город и он развивается и все таки я думаю как бы вот все таки некоторые египтяне не так они говорят вот много европейцев работает и все такое но на самом деле то что сюда приезжают много иностранцев это достаточно положительно влияет на на общую культуру египтян потому что начинает отмечаться новый год рождество то есть они уже стали убираться то есть они видят но они уже начали понимать что вот осознание приходит осознание приходит и если ты здесь живешь конечно давно то мне например отрадно видеть огромные изменения даже по той самой кургазе я вижу большие изменения как раньше там например улица сокала выглядела и как сейчас опять же можно найти негатив а можно и позитив и для всех кто приезжает в египет да в отличие там от дубаев или еще ребят здесь очень легко жить ну здесь все заплати визу и и все то есть здесь каждый может найти сразу себе работу сразу работать и это будет минимальные какие-то там условия или да там не как например в дуба их или еще что-то там очень это все серьезно надо сделать много документов вот эта медицинская страховка которая очень дорогая ну если сравнивать то здесь достаточно легко жить ну серьезно вот особенно если у тебя есть язык то и если ты точно знаешь свое предназначение то обязательно найдешь свое место здесь здесь достаточно дружелюбные люди да есть такое что тебя на тебя как на иностранца смотрит и всегда хотят с тебя поиметь чего-то но это опять же делаем скидку на то что это туристический город мы живем в туристическом городе и пока тебя не узнали то есть пока ты не подружился да там со всеми то конечно у каждого есть свой интерес но если это уже дружишь там у тебя есть друзья египтяне на самом деле они очень дружелюбные и честно говоря очень менталитет с нашим похож то есть пришел в гости тебе там стол такой огромный сделали то есть они очень гостеприимные на самом деле и египтяне вот и если у тебя какие-то проблемы многие кто действительно тебе вот от души просто поможет ну реально поэтому вот в этом плане здесь прекрасно но какой интересный вопрос виктория вы мне задали ой ну значит самый определен перед тем как ответить на этот вопрос мне бы все таки хотелось сказать про один факт девчонки это страна мусульманская здесь мир мужчин здесь мир мужчин это надо понимать и уважать самое важное здесь ну опять же я говорю со своей со своей со своего опыта со своего понимания и без стеснения могу сказать что у меня в этом городе мужчин здесь очень важна ваша репутация и я вас очень прошу когда вы приедете не кидаться в ума с головой во все эти прекрасные фразы которые мужчины здесь они очень хорошие психологи от рождения то есть арабские мужчины они очень хорошие психологи от рождения на мой взгляд и они прекрасно вас чувствует они по принципу я тебе скажу все что ты хочешь слышать он то скажет все что вы хотите слышать но это не всегда собой имеет основу то есть первое что вы должны понимать мусульманской стране у мужчины у хороших мужчины должно быть а образование это очень легко понять есть у него язык может ли он писать да там по-английски читать и все ну вот до такого потому что обычно у всех у кого есть хотя бы минимальное образование уж уж английский то у них нормальной то есть они могут писать и читать это раз два здесь мужчины с рождения они воспитываются быть мы мужчинами и заботятся своей женщине заботятся о своей семье понятия фифти-фифти то есть 50 на 50 как у нас у европейский такого не должно быть понимаете если вы европейская женщина хотите здесь жить нормально чтобы вас муж не использовал и не забрал все вашу так сказать у вас должна быть четкая градация если вы работаете ваши деньги они ваши понимаете а мужчина здесь обеспечивает вас всем если у мужчины другое понимание значит бегите от этого мужчины также дам совет пожалуйста я знаю что к сожалению в наших странах я имею ввиду буду говорить про россию может быть сейчас ситуация изменилась но вообще у нас женщины так сказать они лишены вот этого вот внимание вот этих красивых слов у нас мужчина по принципу зачем мне ей говорить что я ее люблю она и так знает вот понимаете великие поэты всегда говорили что женщины любят ушами и это правда вот здесь мужчина это очень хорошо понимает то есть он будет говорить что ваши глаза это голубые озера ваши губы как лепестки роз боже мой ваши волосы как шелк и прочая лирика понимаете и многие женщины тают и собственно на это пожалуйста я вас очень прошу нельзя в в этих мужчин влюбляться 1 когда вы уже на деле поймете что мужчина делать не просто вам говорит красивые слова а он делает поступки как мужчина вот тогда вы открываете свое сердце да там и даете ему возможность дальше делать какие-то действия до этого момента я вам вообще не советую волос головой и влюбляться потому что как только вы влюбились а он это понял а они очень хорошие манипуляторы поверьте мне то есть он вас взял в оборот и вот начинается первое что он сделает попросит вас поменять религию я вам скажу точку зрению свою на эту тему значит так прежде чем вы меняете свою религию если вы относитесь православной вели еще какой-то да вы пожалуйста узнать о своей религии все а потом изучите я например я люблю все изучать но мой ответ и например моя жизнь с моим мужем когда его семья спросила вот твоя жена будет менять религию ответ моего мужа был однозначно он сказал мне достаточно что моя жена верит в бога вот это был мой муж за что я очень ценю и и моя позиция по этому вопросу была принципиальная то есть я сказала что я не могу поменять свою маму также как своих родителей также как свои традиции с которыми я рождена но я верю что бог он не день поэтому религию с вами менять не могу так же как я не могу поменять своих родителей самое главное что мы верим в бога у нас у нас дома была и библия и коран и и и было и иконы стояли да и и собственно и коран мужа тоже стоял и мы отмечали как рамадан так и рождество то есть мы а уважительно относились к обеим религии если мы говорим да разно а разноплановых но девочки менять религию ради мужчины на мой взгляд это абсолютная глупость вот честное слово не делайте этого пожалуйста потому что но это неправильно это ну как сказать фактически что вас просят поменять ваши традиции если вы верите в богу то вы верите в бога то есть это обязательно такой момент наступит особенно если вы в мусульманской стране то есть я вас призываю не предавайте себя и здесь на мой взгляд вы можете со мной поспорить я не знаю ваши деньги это ваши деньги то есть то есть ваш муж должен вас обеспечивать и все для вас деда если если это так значит он вас действительно любит если ваш муж начинает спрашивать сколько вы зарабатываете или там давай купим квартиру например на двоих это отдельная тема я вас глубоко призываю этого не делать потому что на личном опыте столкнулась если будет интересно я отдельном видео это расскажу но я вам скажу что здесь когда вы покупаете недвижимость если вы там прописываете своего супруга то есть если не дай бог с вами что-то стало да если вы с вами что-то стало мужчина даже может по орфе орфе контракт это тот контракт такой временный имеет вам дает вам разрешение как бы жить с мужчиной на одной территории да то есть даже если у вас офиг такой неофициальный брак скажем так гражданский брат то есть мужчина спокойно живет вашей квартире и никто его не не выгодит но если что-то случилось вашим мужем а квартиру покупали вы и он там вписан будьте уверены что его семья заберет у вас эту квартиру и все что там будьте в этом уверены у меня вот у меня к сожалению случился да вот тот опыт когда я потеряла мужа и и история это можно отдельно записать видео то с чем я столкнулась да вот и в этом мы и рассказываем в следующем видео поэтому любовь и любовь и но я вас призываю пожалуйста будьте независимы потому что арабская любовь она такая в некоторых случаях не очень нестабильная то есть вам надо пожить узнать культуру не влюбляться первоначально я вас вот это только вы позвольте мужчине сначала в вас влюбиться тогда когда он начнет все для вас делать тогда вы можете как сказать да ответить это будут ситуации уже потом о которых я тоже вам могу рассказать чтобы вас предостеречь да но первоначально всегда все что касается недвижимости денег и все не открывайте не говорите что у вас есть позвольте мужчине быть мужчиной здесь они так воспитаны так рождены то есть они с молоком матери знают и рождаются чтобы быть мужчиной семье то есть мужчина должен все делать понимаете не вы не вы потому что если не дай бог он начнет так сказать жить за ваш счет поверьте это не закончится хорошо вот не закончится поэтому не падайте в омут головой позвольте себе ухаживать будьте осторожны выборе потому что здесь даже поход с мужчиной так сказать в кафе в кафе это уже дает ему ощущение того что он ваш парень поэтому не позволяйте большего если например вы просто пошли в кафе но мужчина вам не понравился да так сказать вы не планируете с ним серьезных отношений лучше как то сразу ему об этом сказать потому что они очень горячие парни темпераментные он уже сразу подумает что он с вами встречается то есть есть особенности менталитета которые надо понимать если вы как вы говорите как сказать знания нас вооружены предупреждены вот и опять же если у вас появятся какие то вопросы я с удовольствием вам на них отвечу вот будьте осторожны любите но с умом восток это дело тонкое дорогие друзья через два дня у меня будет концерт я конечно приглашу Викторию с удовольствием чтобы она вам показала собственно мою деятельность чем я здесь вообще занимаюсь вот и я буду очень рада если если вы будете задавать свои вопросы потому что в Египте я живу давно если мой опыт кому-то пригодится и скажем поможет да если вы планируете сюда переехать планируете здесь жить и если я смогу как-то помочь своим так сказать своим ответом да на какие то вопросы сделать вашу жизнь более комфортнее более безопаснее пожалуйста пишите Викторию и мы снимем для вас следующий сюжет по интересующим вас вопросам вот и конечно же жду вас всех на своем концерте вместе с Викой во вторник в таверне это одно из самых у нас лучших заведений самых популярных вот и надеюсь надеюсь на новые встречи с любовью Мария Торрес ну что ж на сегодня все с Марией мы снова скоро встретимся ну а пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и обязательно смотрите видео которые я оставляю в заставках там очень много ценной информации до скорых встреч пока пока